Hi everyone! Здравствуйте! Восьмой класс! Сегодня мы с вами делаем обзор восьмого раздела. Повторяем лексику, которую проходили в этом разделе, и грамматические структуры. Итак, начнем. Что же вам необходимо будет сегодня выполнить? Итак, упражнение номер один. Вам необходимо написать существительные из этих глаголов. То есть, вам нужно из глаголов сделать существительный. Например, глагол meet. Это встречаться. А встреча будет meeting. Пишите meet через тире meeting. И так далее. Denotate, denotation. Через тире записываете существительное. Дальше. Второе задание. Во втором задании вам необходимо будет слова в рамочке добавить в текст под цифрками от 1 до 6. Запишите цифры от 1 до 6 и напишите напротив них слова. Обратите внимание, что это фразовые глаголы, которые мы с вами проходили на предыдущих уроках. Ну, например, давайте с вами первое предложение прочитаем. The world oceans are in danger and we must look after them. Мировой океан находится в опасности и мы должны заботиться о нем. Далее. Третье задание. Вам необходимо написать противоположности к этим прилагателям, используя эти предлоги. Например, happy это счастливый, unhappy это грустный, несчастный и так далее. Не забудьте, вот в третьем упражнении обязательно напишите перевод к одному из этих прилагательных. Дальше. Следующее. Четвертое задание. Здесь у нас идут с вами грамматические конструкции. Мы с вами изучали модальный глагол, в данном случае might, дальше конструкцию be going to для будущего времени и will. Напоминаю вам, что be going to мы используем, когда говорим о планах, а will для predictions, предсказаний. Ну, давайте посмотрим. If you don't come now, we will definitely be late for dinner. Если ты сейчас не придешь, то мы определенно опоздаем на ужин. То есть у нас здесь ставим will, потому что это у нас предсказания. Планов здесь никаких нет. Ну и модальный глагол нам тоже сюда не подходит. Потому что есть у нас слово definite для определенно, значит мы определенно опоздаем на ужин. Подставляете сюда эти глаголы или конструкцию to be going to. Подбираете по смыслу, что сюда подойдет. Идем дальше. Следующее задание. Это у вас будет дополнительный диалог. Необходимо будет конструкция be going to или will. Ну, опять же, be going to используем для планов, когда мы говорим о планах. А will для предсказаний. Например, what you do this in? Что ты собираешься делать этим вечером? То есть вы хотите узнать о планах, задавая такой вопрос. Значит, вы сюда поставляете конструкцию be going to. What are you going to do this evening у вас будет? Have you decided? Ты уже принял решение, что ты будешь делать. И последнее, шестое задание. В шестом задании вам необходимо будет дополнить диалог этими фразами в рамочке. Ну, здесь тоже все просто. Под цифрами от 1 до 8 расставите в правильной последовательности все эти словосочетания. Ну, и все. Сегодня у вас 6 упражнений. Повторяйте лексику, закрепляйте. И грамматические структуры. Good luck! Всем удачи! Жду ваших работ до 19.00. Субтитры сделал DimaTorzok